Нашла я этот дима тур, написала, ответила менеджер. Да, есть такие экскурсии, Сайгон, Меконг-река и, правильно говорить, туннели кучи, вот где они прятались. Если группа едет, то 60 долларов с человека, и все, и тишина, и больше никаких предложений. Спросила, я говорю, я одна, и все, и тишина. Другая бы сказала, ой, у нас набирается группа, вот такого-то числа. Есть столько-то мест, желаете? Вот, правильно. Все-таки как же мне нравятся вот эти два номера отдельной башни, белюксы. Два балкона и вид. Время. В 16 минут иду на пляж. Время. 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 Вы представляете, что я тут все говорила, что китайцы, китайцы, это не китайцы. Обалдеть, это Южная Корея, приезжают все Южной Кореи и сами вьетнамцы. А оказывается очередной бзик. Китай обиделся на Вьетнам. Что опять там делят в территории? Я не приезжаю сюда. Пляж от этого чаще не становится, что это не китайцы. О как! Сейчас подходила около ресепшена, хотела посмотреть туристическое агентство. Оно закрыто. Я охранник, носильщик, который помните чемодан мне помогал нести, увидел локти мои. А мне 9 лет назад была операция. Ну, короче, знаете, выстрелил в Сырязь. Не на близко. Он пытается мне вьетнамскому. Я буду объяснить. Он жестко непонятно. Подходи-ка, я тебе вылечу. Все хорошо тебе будет. Я говорю, что еще никто не знает лечения. Сырязно. А он мне сейчас вылечит. Я говорю, нет, у меня море. Это мне помогает на полгода. Ну, естественно, я по этой причине выбираю всегда Юго-Восточную Азию. Мне нужна хорошая влажность, как сауна. Прям влажность очень важна. И витамин D в совокупности с морем. Вот тогда изумительно. Аллилуйя! Внимание! Я нашла вот отсюда красный провод. Думаю, дай включу. Включила. Ух! Так, фокусируйся. А это, оказывается, холодильник. А тут что? Вот такая тоненькая-тоненькая морозилочка. Она мне не нужна. Сюда сейчас фрукты положу. О, нет. Сначала я подожду. Пускай охладится. Только потом. Проверю. Одну манго я съела. Ну, это, конечно... Есть еще... Что у меня есть так не фу... А, надо камеру, наверное, протереть, как всегда. Есть такой огромный-огромный изумрудного цвета, про который я рассказывала даже в Шри-Ланке. Индонезийское. Оно ярко-желтое внутри. Вот его мне надо еще найти. Это еле очистила даже половину. Это завтра на завтрак. Яблоко вчера одну половину съела, половину выбросила. Это еще ничего. Вот. А это вкусняшечка. Там внутри говорила, как белый чесночок. Сладкая. Мангустин. Я их очень люблю. Видите, дольчиками. Так симпатично. Я сейчас попробовала шампунь-бальзам «Сан Силк». Ой, не слышу. Который купила. Это что-то. Мне сначала показалось такого цвета. Тонирующий, что ли. Сейчас покажу. Это что-то. Я когда нажала на дозатор, я обалдела. Сейчас. Какого цвета. Ну вот так, да? Неудобно мне. Он пахнет, как будто ежевика, смородины в перемешку. Такого цвета. Естественно, я подумала, может тонирует немного. Я уже сначала подумала, если это шампунь, какой там бальзам. Ну, бальзам оказался. Куда выдавить? Ладно, сейчас вымою. Ой, что-то я переборщила. Немного такого цвета. Такого нежно-нежно. Розово-лавандовый. Он пахнет тоже божественно. Жалко даже смывать. Волосы как шелк. А, нет, нет, нет. Нормально. Не тонируют. Вот уже выгорает. Силк. Шелк. Волосы как шелк. Я без него не уеду. Собралась. Сейчас хочу на ресепшене поменять 100 долларов. Вы знаете, они такие, особо не завершают курс. Везде все одинаково. Как идет курс, так и идет. Вот. Но хочу еще раз, кто не знает, предупредить, что Юго-Восточная Азия берет большие купюры 100 долларов с синей полосочкой новые. Тогда курс будет очень хороший. Не нужно брать купюру 50, 20 и 10. Тогда курс будет ниже. Третья берет. Прогноз погоды. Сегодня. Попрохладнее ночью. 32. Написали. Это что же было сегодня тогда днем. 23 ой у андон должно быть 2 миллиона 2 миллиона 470 так все просто я говорю почему 23000 за доллар показываю ей курс он так спокойно мне с переводчиком на русском потому что говорит у меня недостаточно денег чтобы вам выдать всю сумму я в ее же переводчик говорю и на русском игра где мне разменять хотя разменять можно везде она говорит что в любом магазине любой вам предложит более выгодный курс вот немного от отеля отошла налево магазинчике вода соки пиво и и вот большой магазин ну по меркам у не так я думаю что я в этом кафе и разменяю деньги привет эксченж маня окей давай ага привет привет ой пахнет костром заодно решила посмотреть меню в ресторане завтрак такой приемлемая 35000 35000 все есть можно на обратную дорогу с собой что-нибудь взять да так это у нас суп 2 доллара порция очень большие у них это 70 80 50 салата не спринг роллы хочется я помню спринг роллы мне очень нравились они по 40 по 50 по 2 доллара ой картошечка фринг 2 с половиной доллара чесночный хлеб они по все потрясающе хлеб хлеб с маслом и чесноком точнее супчики сейчас простите в тенью ночью не в тени а ночью 32 до это у нас обжаренца свинина лапса а может здесь и остаться чего я это туда поеду пусть самое все потом я вижу что я заказываю что плавает но это кафе я буду миссию до 100 процентов это спагетти когда я буду скучать уже по стейку из говядины с картофелем фри карпатчи с говядиной мы подули только на гриле говядина это все говядина 120 150 видели да 1 доллар 24 так считаете 24000 так это на что кальмар 150 везде так стоит на гриле и вообще кисло-сладком соусе и салаты с кальмаром все одинаково стоит это у нас креветка который я уже мне кажется пока не хочу это кто док собака так лежит мама красный окунь на пару 200 значит 240 тысяч это 10 долларов 8 долларов до красный окунь это у нас жареная скумбрия так на гриле с луком соусом сейчас пойдут мои мидии гребешками любимые курица 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 сто 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 любая курица сто так это гребешки если что фотки эти прямо с видео потому что она стоит рядом со мной прям девушка и удивляется что это все тут так о лягушка лягушка это такая как на курочку похоже правда когда-то я ее фото не знаю сто двадцать сто двадцать сто двадцать чего он стоит а песок геккон песок геккон вот из нет нету слава богу а геккончик о боже мой аж полтора миллиона не ошибаюсь полтора миллиона для меня опять с цифрами вижу одно говорю другое так десерт блинчики и с манго и с медом и с фруктами свежими по два доллара порции как я повторю повторю они большие достаточно так специальное меню а специальное меню ну так отварная утка 450 450 отварная не интересует мне хочется утку по-пекински но она делается очень долго мне кажется такой насколько я помню несколько дней так утка а курица курица опять змеи голубь так обрадовалась только одна позиция так ящерицы ба бауки ящерицы агаму живут на песке где они живут вообще без разницы одно слово ящерицы да ключевое так а это у нас это а это что вот что а я поняла что по-вьетнамски спасибо очень прилично очень чистенько решила остаться здесь вентилятор мне поставили и цены очень хорошие кто не было вьетнаме попробуйте обязательно рис с морепродуктами но и с кем-либо это очень вкусно они так хорошо готовят рис первое блюдо я заказала спринг-роллы я по ним соскучилась они с креветками и с крабами и киспо-сладкий соус я его обожаю спринг-роллы нежнейшие настолько правильно приготовлено мне не судится но это что-то с чем-то заказала картошку фри ну очень много принесли что-то не удержалась не знаю что меня сподвигло сколько съем столько и съем вы знаете она прям каленая тонкая хрустящая внутри мягкая я вот вспоминаю что действительно они прекрасно готовят здесь картошку фри еще раз волшебно следующее блюдо не подумайте ну немного там понимаете гребешок там меньше сантиметров это просто сверху столько от лука одни эти ракушки вот она я лук сняла ну лилипусенько ну вообще ну прям с ноготок а вы знаете они эти гребешки готовят покруче чем вот где аквариум на мой хороший кафе смузи можно сделать у них здесь можно купить билеты на слив бас кстати разные разные направления значит так что я хочу сказать по поводу этого я даже не могу сказать кафе мне кажется это похоже на ресторан потому что уровень приготовление еды очень хорошим если от моего отеля налево это минутки 4 вот так так он называется вот действительно с другой стороны подошла так и написано ресторан кто будет здесь рекомендую сто процентов так давно мы не слышали про массаж я считаю что во вьетнаме массаж лучше чем в таиланде абсолютно проверено так массаж тела расслабляющий вьетнамский так час двести это восемьдесят ой ой 8 долларов час полтора часа двести семьдесят где-то тысячи рублей да вообще бесплатно считаю и еще и хорошо да ароматное масло массаж двести двадцать девяносто полтора часа массаж вьетнамский сильный я один раз перепутала его заказала чуть богу душу не отдала но хорошо себя чувствовала потом массаж тела с кокосовым маслом горячим маслом камнями тайский массаж о 75 минут да у нас чуть больше десяти долларов полтора часа триста десять тысяч один доллар это двадцать четыре тысячи долгов ну я примерно буду так иногда озвучивать массаж четыре руки час 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 четыреста это где-то ползары тысячи рублей это шестьсот массаж 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 головы и ног так как м полной так массаж Я говорю, что в Вьетнам рулит по массаже. Так, ну, у нас с обертыванием. Ну, практически 10 долларов в час, да? Фруктами то же самое. Кофе. Скраб тела. Лимон, сахар. Так, для отличного загара. По-моему, из раненого тела. 230-230. Это час. Скраб тела. Вирус. Фруктами. Уход за кожей. Процедура с авокадо. Ой, кто это? Это кто это у нас тут? Фрукты дня. Так, 45 минут. Специальное предложение от розового семейства. Специальный массаж. Интересно, стоит ли от розового семейства, да еще вот так. За такую цену. Всей семьей, что ли, будут делать. Ну, это каля-маля. Это на их. Сейчас зашла в маленький магазинчик. Ну, там алкоголь всякие такие эти. Снеки. Малый человек просил снять цены на пиво на Вьетнаме. Но там цен не было. Я вот, я не знаю когда, но я поеду в город Фанкет. Это отсюда, километров 9. Торговый центр. Не Луа. Лота. Лота. Вот. Там уже все будет. Номинальная цена там. Я себе уже все записала, что мне нужно снять. Спросила. Массажный салон открывается в 9. Они с 9 все работают. Но. Думаю, что нужно, нужно. Во-первых, когда я улетала. Я в самолете даже целую ночь практически не спала. Хотя мне кажется, что в каком-то коматозе прям вырубалась. Я у меня вышла плечо. Я же работала этой рукой. И она у меня прям растеком с таким хрустом. Буду делать массаж. Я помню, 14 лет назад я сделала. Мы прилетали с другом с Холи. Я сделала. Ну, тут на две недели прилетали. Я сделала курс. Как раз тогда ошиблась с жестким вьетнамским. Заказывала легкий тайский. А они мне 10 дней делали с такой вьетнамским. Стронг. Вы знаете, это было 14 лет назад. И я уже как новая была. Будем мы в отель. Обязательно сейчас начну делать массаж. Я хочу овощной. Это 25. Авокадо и морковку. Морковка это витамина. Нормально. Лучше загорать буду. Так. Ван. Авокадо. Это красный. Она его несколько раз прогоняет. Видите, как сок стекает. Ничего не могла придумать. Знаю, что из моркови хочу. Она говорит, ну с чем? С чем? Обязательно с чем-то. И я говорю, нет, ну не манго. Сначала и авокадо. А потом достает. И говорит, с ананасом. Я говорю, ну пускай будет с ананасом. Дегустейшн. Я попросила, чтобы немножко добавили вот этого сиропа, который в анистация добавляет. Немного ананас перебивает. Но все равно очень вкусно. Вкусно, да. Вы знаете, по десятибалльной шкале может быть три. Что-то не то. Вы знаете, ну да, свой витамин я получила, понятное дело. Но есть с чем сравнить. Много ненужной жидкости. Мало наливает. Не в плане, что мне не хватает. А я еще сейчас сидела, пока ждала. Там же подъезжали эти вьетнамцы. Такой, знаете, какая-то разбавленность. Здесь я брать не буду больше. А в этом ресторане, где я сейчас ужинала, я за все, вообще фанта забыла показать, я за все заплатила 200 тысяч донгов. Я покупала доллары в Москве. Половину по 94, половину по 95. Я так среднее взяла. Поэтому этот ужин, все, что я съела, вышел мне 750 рублей. Я считаю, что это хорошо. Но это и туристическая зона. Поворачиваем в родную гавань. Кстати, сейчас зашла, когда я сейчас сразу на территорию и сразу начала вай-фай ловить. Вон, тык-тык-тык, слышите? Не пойму. Хочу тете позвонить. В Литву, Прибалтику. Пишет. Добрый вечер. Пишет. Никак. Регистрируйтесь. Какие-то номера в скайп не поддерживать из Ятлама. Удивительно. Из Таиланда я и звонила. Есть никак. Что бы это могло быть? Не так, не сяк. Ничего не получается. Ну все. День подошел к концу. Я иду в номер. Всем хорошего вечера. А мне спокойной ночи. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok